Доброе утро! Сегодня на завтрак у нас кукурузные оладушки. Это палента. Палента – это кукурузная крупа. Она готовится очень-очень быстро. В кипящую воду насыпаем щепотку соли и вводим вот так одним махом всю паленту. Палента размешать, чтобы комочков не было, и оставить ее вариться на минуток 5. Палента обычно есть такая, которая очень быстрая приготовления. Она вообще за 2-3 минутки готова. Заливаешь ее кипятком, и она... В общем, нужно просто читать инструкцию на упаковке, как у вас палента должна вариться. У меня в течение 5 минут. Пока палента варится, я натираю пармезан. Можно использовать любой другой твердый сыр, который у вас есть под рукой. Для таких рецептов вообще подходят остатки сыра. Такие-нибудь сухие кусочки, которые никто не ест. Когда-то купили для бутербродов или для того, чтобы куда-то натереть, добавить макароны, и завалялся кусочек. Так вот сейчас вот такие вот атлетки, биточки кукурузные. Пойдет все на ура. Так, пармезан мы натерли. Паленту снимаем с огня. На пол-литра воды мне понадобилось 130 грамм кукурузной паленты. Добавляем сюда столовую ложку масла сливочного и пармезан, который мы натерли. Все вымешиваем. Собственно говоря, тесто для наших биточков почти готово. Перемешали. Присыпали немножко свежемолотым перцем. Так как вода была у нас очень соленая, достаточно соленая, и сыр тоже соленый, я больше мое тесто солить не буду. Теперь нам нужно взять какую-нибудь форму. Противень. То, что удобно поставить в духовку. На противень бумага для выпечки. И выкладываем сюда ложкой столовой такие небольшие биточки. Вот такого размера. Так как палента у нас готова, то пекутся они очень быстро в духовке. Прямо буквально несколько минут. Для того, чтобы сделать их еще интересней, я добавлю сюда кусочек пикантного сыра. Это сыр, который называется фонтино. Его делают на севере Италии. Но тоже вы можете заменить его, во-первых, совершенно другим сыром. Либо использовать тот же сыр, который вы натирали. Либо вообще без сыра обойтись. Кукурузная крупа очень часто используется в кухне итальянской. А мы почему-то редко с ней готовим. Я считаю, что это неправильно. Она очень вкусная. Она очень может быть разнообразной. Легко изменяется в разных рецептах. И даже сама по себе вот такая кукурузная каша, это уже вкусно. А уж если мы добавили сыр, приправили ее вот еще таким сыром сверху. Кусочки на тоненькие такие полосочки нарезаю этот сыр. Он очень пикантный. Сильный у него такой запах замечательный. И вот так укладываем сверху наших беточков. Отправляю в духовку, которая у меня хорошо разогрета, до 200 градусов. Три-пять минут и все готово. Через три минутки. Оп-ля-ля! Ребята, держитесь. Ну, стоять реально невозможно. Запах такой вкусный. А сверху мы кладем кусочек печени на каждую. Ох, это так благоухай! В завершение этого рецепта несколько капель оливкового масла сверху. Экстра-верджин оливойл, который совсем сделает наш завтрак праздничным и итальянским. Вуаля! Почти все. Немножечко шалфея и скрошить. Если нет свежего шалфея, вы можете использовать розмарин, тимьян, любую средиземноморскую травку. Травки создают ароматы, создают атмосферу. И засушенные травы тоже очень хороши сюда, потому что горячие беточки с удовольствием будут благоухать прованскими травами, сушеным майораном, розмарином, ореганом. Приятного аппетита! Обязательно завтракайте! А на следующий раз приготовьте молоко, яйца, домашние колбаски, сырые, напиханные пальцем, и яблоки. Прекрасного дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова